Здравствуйте! Когда приходит время решать, что выбрать в качестве основного источника тепла в небольшом доме, перед многими встает непростой выбор. Установить понятную неприхотливую отопительную печь, либо же немного поднапрячься и организовать в доме полноценную систему отопления на базе твердотопливного отопительного котла. У каждого из этих вариантов есть свои плюсы, но есть и особенности, которые следует учитывать при проектировании системы отопления для загородного дома. Само понятие отопления подразумевает поддержание тепла в помещении довольно длительное время. Поэтому возьмем за основу для нашего сравнения отопительную печь длительного горения и твердотопливный отопительный котел. Первый критерий выбора – это отапливаемая площадь. И вот здесь как раз новичкам важно не споткнуться, потому что мощность отопительной печи выбирается исходя из объема помещения, а мощность твердотопливного котла уже исходя из площади помещения, но учитывая еще и высоту потолка. Возьмем, к примеру, площадь дома около 80 квадратов. В этом случае мощность котла при высоте потолка 2,40 должна составлять 8-10 кВт. Вот примерно. А вот печь должна быть рассчитана примерно на 200 кубов помещения. Мы взяли эту площадь за основу нашего сравнения, потому что для большинства твердотопливных котлов мощность в 10 кВт – это нижняя граница ассортимента, нижняя граница их характеристик и их возможностей. А для отопительных печей 200-250 кубов – это такой критический порог, при котором их габариты еще находятся в разумных пределах, и сами печи не занимают много места, а их топки не выглядят как топки от паровоза. Кстати, о месте. Современные отопительные печи выглядят вполне симпатично. Некоторые из них комплектуются дверцами с жаростойким стеклом, и эти печи могут стать важной деталью и важной частью интерьера дома. А вот для отопительного котла все же лучше организовать отдельную котельную. И эта котельная должна быть организована по всем снипам, по всем правилам. Здесь уже плюс в пользу печей. У некоторых отопительных печей есть варочные поверхности, и при работе в режиме интенсивного горения на них можно приготовить еду. В варочной поверхности также есть в некоторых модификациях отопительных котлов. Другое дело, что такие котлы теряют драгоценное тепло через эту плиту, когда ею не пользуешься. Большинство отопительных печей рассчитаны на работу в однообъемных помещениях. То есть это помещение с минимальным количеством комнат, и тем более этажей. Конечно, тепло от печи будет постепенно распространяться и в другие комнаты, и даже на второй этаж. Но теплее всего будет в той комнате, в которой установлена печь, и эта комната должна быть самой большой. А вот правильно настроенная система отопления позволяет донести тепло от котла равномерно в каждый уголок дома, и посредством радиаторов отдать его в том количестве, которое необходимо в данной комнате, ведь температуру батарей можно регулировать. В плане равномерности передачи тепла всему помещению, конечно же, плюс отопительному котлу. Допустим, дом мы прогрели. Теперь важно поддерживать тепло. Печи длительного горения в среднем работают от 4 до 8 часов на одной закладке топлива. То есть вы прогрели дом, затем на ночь сделали еще закладку, и дрова постепенно клея отдают свое тепло в комнату. При хорошей теплоизоляции дома этого тепла может быть вполне достаточно для того, чтобы продержаться, допустим, ночью. Отопительные котлы на дровах работают не так долго, 2-4 часа. Но длительность теплодачи можно повысить, включив в систему отопления теплоаккумулятор. Это существенно повысит эффективность всей системы и вдобавок сделает ее более защищенной от неумелого пользования. Продлить работу котла также можно, используя более калорийное топливо – уголь. Любой отопительный котел может работать как на дровах, так и на угле, чего не скажешь об отопительных печах. Использование более калорийного, более жаркого топлива влияет на ресурс печи. Да, для некоторых моделей доступны специальные вставки, которые можно вставлять в топку и по мере их выхода из строя заменять, но это придется делать довольно часто при интенсивном использовании печи. Вот мы и подошли к одному из важнейших критериев выбора – ресурс. Все, без исключения, бытовые отопительные печи рассчитаны на периодическое использование. Даже в паспорте к изделию производители указывают основное назначение для помещений с временным пребыванием людей. Если проигнорировать этот пункт и топить печь в режиме нон-стоп, то в таком ритме печь проработают максимум 1-2 сезона. С отопительными котлами ситуация обратная. Их ресурс не менее 10 лет. И мы помним почему. Теплоноситель, эффективно снимая тепло с термонагруженных стенок котла, не давая металлу перегреваться, соответственно разрушаться. Еще одним неоспоримым плюсом котла является то, что в большинстве моделей можно для подогрева теплоносителя использовать ТЭН. Обычно его мощность составляет 6-9 кВт. Но с электричеством связан еще один важный фактор, который следует учитывать при организации системы отопления. Современные системы отопления включают в себя циркуляционные насосы, которые работают от электричества. И при отключении электричества есть некоторый риск перегрева теплоносителя. Но проблему можно избежать, установив, опять же, теплоаккумулятор или источник бесперебойного питания. Опять же, если котел погас, а в качестве теплоносителя используется обычная вода, то надолго такую систему отопления оставлять в холода нельзя. Хотя хорошо теплоизолированный дом должен держать тепло минимум 2-3 суток. И, пожалуй, решающий момент – стоимость. Для нашего случая цены на печи и на котлы находятся примерно в одном диапазоне. Конфигурация дымохода для твердотопливного котла и для печи длительного горения примерно одинакова. Но в котельном отоплении есть еще ряд дополнительных затрат – расширительный бак, группа безопасности, трубы, радиаторы отопления, запорная арматура, насос. А если у вас еще и отключают электричество, то вспоминаем про источник бесперебойного питания, ну и, естественно, теплоаккумулятор. А если используется в качестве теплоносителя антифриз, то это еще затраты на покупку антифриза. Ну, вот уже сейчас можно подвести некоторые итоги. Дома с несколькими комнатами и вторым этажом отапливать печью будет проблематично. В постоянном режиме такая печь работать не сможет. Однако для небольших домов площадью в 50-70 квадратов такая печь может послужить основным источником тепла. Например, это будет загородный или дачный дом, который вы будете посещать только на выходных и, допустим, на зимних каникулах. Если вы счастливый обладатель загородного дома, в котором собираетесь жить подолгу, то, пожалуй, лучшим вариантом будет котельное отопление. Но здесь нужно быть готовым к затратам на покупку дополнительного оборудования, о котором мы говорили чуть выше, и на его монтаж. Также нужно подготовить в доме место для котельной, а также осуществлять периодический уход за котлом, то есть элементарно его чистку. При этом вы в качестве бонуса, конечно же, получаете равномерное тепло по всему дому и возможность использования различного вида топлива. А если уж вам захочется посмотреть на открытое пламя, либо получить тепло от живого огня, то здесь уже можно потом со временем установить действующий камень. Если вы еще определяетесь с выбором и были уже готовы совершить покупку, обязательно обращайтесь к нам. Магазин Форнакс открыт для вас. Все вопросы ждем в комментариях к этому ролику, а также по телефону 8 800 152 38. Пишите, звоните, заходите к нам в гости. Пока!